Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами поговорим о новости, которую выложили разработчики. Они запостили, что буквально через пару часов уже по состоянию на сегодняшний день начнется новое событие, ивент, как мы все его называем, на слив наших ресурсов. Среди призов, которые нам предлагаются, это Decker Max. По моему скромному мнению, машинка, честно говоря, никудышная, и я даже не знаю, стоит ли, в принципе, ради нее потеть. Ну, у кого нет, и у кого, я имею в виду, нет конкретно вообще никаких премчиков, ну, возможно, это и выход. Хотя, ребят, сейчас вернемся к калькуляции, и, соответственно, все нормально посчитаем. Я понимаю, что будет приблизительно, я не считал прям до копейки, но общее понимание мы с вами получим. Итак, Decker Max, есть камуфляж, есть бустеры, есть контейнеры, из которых можно получить одну из двух машинок. Это Super Hellcat и разведчик, как его все называют. Я думаю, что читать и смотреть картинки вы все умеете, поэтому, что вы можете получить за весь ивент, вы можете увидеть и сами. Теперь давайте подойдем ближе к калькуляции того, что можно получить и чего нам это будет стоить. Значит, смотрите, для того, чтобы что-то получать, необходимо, во-первых, получать победы, и, соответственно, для того, чтобы эти победы получать, вы должны, мало того, что побеждать, вы еще и в этих победах должны получать определенное количество опыта. То есть, есть определенный порог, ниже которого победа не будет вам засчитана, ну и, соответственно, вы не получите свои бриллианты, ну и, соответственно, слитки. Что будем с вами еще заценивать? Еще будем заценивать, сколько всего надо будет для того, чтобы открыть. Я для этого взял картинку, которую в свое время запредскринил во время рекламы данного ивента. Ну и, соответственно, по ней уже там плюс-минус на калькуляторе чего-то прикинул. Что еще стоит отметить? Еще стоит отметить, что как-то так построена математика всего этого ивента, что мне это напоминает детсадовский разводняк, когда у кого-то есть конфеты, а у тебя есть печенье. И вот ты хотел бы получить конфету, но за это ты должен отдать не одну, не две, а сразу с десяток или два десятка печенюшек. Короче говоря, обмен однозначно по курсу не в нашу, ребят, с вами пользу. И сейчас объясню почему. Значит, смотрите. Согласно того принскрина, который я себе сохранил, допустим, тот же самый Декермакс вам обойдется в 25 слитков и 250 кристаллов, да, этих, ну, бриллиантов. Что написано у нас в описании? У нас написано в описании, что вы будете получать, в зависимости от знака классности, который будете получать, вы будете получать количество этих брюликов. По брюликам у нас получается за мастера 180 бриллиантов. Но согласитесь, мастера с неба не сыпятся. И это показала ситуация с ивентом на фараона, когда необходимо было настрадать 7 мастеров, ребят, 7 мастеров, чтобы увеличить шансы. А теперь вспомните, сколько мастеров вы смогли накосить, ну и, соответственно, посчитайте, сколько приблизительно брюликов вы сможете получить с мастеров. Я понимаю, что сейчас появится большое количество игроков, которые напишут, что я накосил 10-20 мастеров, окей, хорошо. Просто каждый себе прикиньте, и вы будете понимать свои шансы. Это не обращение к тем, которые классно косят, похвастайтесь, пожалуйста. Мы за вас рады, вы молодцы, вы классно играете. Я за себя скажу, я смог за все время ивента набрать, по-моему, там то ли 4, то ли 5 мастеров на разных аккаунтах. Ну, вот как-то так, вот так я играю, не мастер я. Значит, дальше идем. Первая степень 60 брюликов, вторая степень 30 брюликов и третья степень 12 брюликов. Давайте будем говорить так. Если вы будете играть на машинах, на которых у вас получается хорошо, и они будут редкими, да, в рандоме, соответственно, будем говорить о том, что вы будете танцевать на первой, второй степени мастерства, не на мастере. И тогда получается, что если верить вот всем вот этим вот картинкам, попотеть придется довольно-таки серьезно. А потеть ради чего? Вот как я еще раз повторюсь, смотрите, тот же самый Decker Max будет стоить 250 бриллиантов. 250. Давайте предположим, что вы не будете получать знаков классности вообще никаких, и просто посчитаем, что вам надо будет слить для того, чтобы получить того же Decker Max. Я прикинул на калькуляторе, это получается аккурат, практически без сдачи. 2000 золота, вот чтобы, да, вот, ну, получить бриллиантов на 2100, и остальные 400 я решил домазать за счет, допустим, свободного опыта. По 40 свободного опыта, а надо 400. Итого получается 100к. Ребят, 100к свободки плюс 2000 голды за Decker Max. Да его бляха-муха продают порой, там, за практически те же самые деньги по золоту, только не надо сливать ту же самую свободку. Да я бы вообще его за 2000 золота не брал, ему золотая цена полторушка, это вообще просто, если мне еще что-то в подарок к нему дадут. Ну, потому что машина неиграбельная по большому счету, тем более это шестой уровень. Ну, как бы, за что такие деньги? Я, честно говоря, не понял. Теперь, что касается вот этих контейнеров. Вторая реальная ценность в этом ивенте. Кстати, на секунду сделаю ремарку. Я не понимаю, на кой черт 12к бриллиантов тратить на то, чтобы сделать себе фон профиля. Ну, это реально, не знаю, шизофрения какая-то, мое скромное мнение. Отдавать 4к бриллиантов за что? За аватарчик? Да кто будет помнить, сколько ты потратил на него? Я, когда захожу в бой, я вообще аватары не оцениваю, они мне вообще не интересны, у кого там что стоит. Да если там даже будет, не знаю, там фига какая-то с маком нарисована, мне по борту, я не знаю ей ценности. Соответственно, никто вас реально заценивать по этому не будет. А на ваш фон профиля кто смотрит? То, кто хочет зайти посмотреть на вашу статистику, кто там, а я интересую, то фон профиля у них будет абсолютно на заднем плане. На первом плане будет цифры по статье. Поэтому, ребят, вот эти два приза вообще не понимаю, просто не понимаю. И ценник на них однозначно тоже мне не понятен. Самая большая, ну вообще, глупость, которую я могу себе представить, это потратить 7 дней према, как вы видите, за 263 бриллианта, да, там, обменять на 263 бриллианта, чтобы потом взять 10 дней према. Я не знаю, может я пока сейчас что-то неправильно понимаю, может когда откроется ивент, и реально там что-то будет совсем по-другому. Но пока математика какая-то, не знаю, хромающая на обе ноги. Теперь, камуфляж 750, ну не знаю, а что, камуфляж реально должен стоить 750 бриллиантов по курсу, который у нас в этом ивенте идет. Ну то есть, грубо говоря, если посмотреть за косарь голды косарь брюликов, значит 750 брюликов, грубо говоря, 750 голды. Ну то есть, 750 голды за легендарный камуфляж отдать. А зачем? Он что, ну там, что-то помогает в бою? Да я лучше 750 голды оставлю себе, докуплю какую-нибудь прем машинку, добавлю лучше к ней. Но это мое скромное мнение, поправьте меня в комментариях, если со мной не согласны. Итак, возвращаемся после ремарки к ценным призам. Ценными призами я считаю Деккер Макса, ну это знаете так, с большой натяжечкой, просто это танки единственные, которые можно получить реально. Есть конты, из которых может выпасть две машинки. Но, ребят, давайте будем говорить честно. Если разработчики поставили 400 брюликов за контейнер, при том, что Деккер Макса оценили в 2500, а любая из двух этих машин, которые в контейне лежат, ровно как, что разведчик, что Hellcat, да, ну Super Hellcat, они реально в разы лучше Деккер Макса. О чем это говорит? Это говорит о том, что шанс выпадения в этом контейнере вам одной из этих двух машин, он настолько призрачный, что, по-моему, за него даже не стоит реально там вот надрываться, да, и спину гнуть. Дальше, что из ценного? Из ценного есть 10х опыта. Ну, еще хоть как-то, но опять-таки, ребят, 10х опыта, при том, что он стоит 500, теперь смотрим, сколько нам надо слить свободного опыта, посчитайте, для того, чтобы получить. Или сколько надо слить бустеров на свободный опыт, для того, чтобы получить 10х. И реально я для себя понимаю, да я лучше, бляха-муха, просто свободку дамажу, куда мне надо, и открою себе что-то, или я неправ, или я что-то неправильно там посчитал себе в голове. Ну и возвращаемся к самому последнему из ценного, это к бустерам. Ребят, 5 бустеров вы можете получить за 375 брюликов. Я для себя посчитал, что 5 бустеров, даже если вы просто мега-супер отыграете, и все 5 раз вы победите, то есть у вас будет 100% побед. Ну, то есть понимаете, к чему клоню. Предположим, даже 100% побед у вас есть, при 100% побед вы с них получите 100 голды. Ребят, 100 голды за 375 брюлянтов. Чтобы получить 375 брюлянтов, нам надо слить, ну давайте самое дешманское такое посчитаем, что здесь есть, это брюлянты за опыт экипажа, да, если я не ошибаюсь, и за опыт просто на прокачиваемой технике. Ребят, надо 47 раз купить по 8 брюликов для того, чтобы получить. Это значит, что вы должны слить 235 бустеров, каких-то из этих двух, для того, чтобы получить 100 голды. Ну, короче говоря, курс такой, это вот знаете, как я не знаю, ну, человеку, который месяц нормально не питался, но у него очень много денег, вот прям совсем много денег, он миллионер, но какой-то такой жизненный конфуз у него произошел, и месяц он не ел. А у вас, у вас есть бутерброд, ну такой, знаете, школьный бутерброд, который вы носили с собой в рюкзаке целый день и не съели его. И вы его, едя со школы, встречаете вот этого миллионера, и вот этот вот, ну, его вот этот вот бутерброд продаете миллионеру за, я не знаю, там, 50 тысяч долларов. Ну, понимаете, к чему говорю? То есть, курс обмена такой, что, в принципе, лучше оставить себе все вот это и потратить просто в игре, играя и получая удовольствие. Поэтому, ребят, суммируя, скажу вам свое скромное мнение. Мое скромное мнение сводится к следующему. Ивентик, конечно, интересный, но я воздержусь. Я просто буду играть так, как играю постоянно. И если вдруг мне до какого-то из этих призов чего-то совсем чуть-чуть будет не хватать, то есть, образно, у меня будет там, я не знаю, на финише 340 бриллиантов. Ну, окей, может, я доложу там чего-нибудь чуть-чуть для того, чтобы попробовать рискнуть, открыть контейнер. Если у меня будет там совсем чуть-чуть не хватать до 5 бустеров, может быть, я доложу там 16, 20, ну, максимум 40 брюликов для того, чтобы открыть бустеры, но буду для этого сливать самые ненужные бустеры из тех, которые у меня есть. Ни в коем случае не свободку. Ну, и я, честно говоря, не знаю, как я смогу ли настолько прям легко отыграть весь ивент, как обычно, чтобы мне совсем чуть-чуть не хватало до декер-макса. Все же остальное я вообще не оцениваю. Вот я вот себе просто линию провел между 4-мя верхними призами и 4-мя нижними призами. Потому что нижние призы, ну, такое впечатление, что кто-то заснул на клавиатуре, когда набивал ценник. Но это мое скромное мнение. Кто со мной не согласен, или кто имеет альтернативное мнение, или кто посчитал какую-то другую калькуляцию, ребят, обязательно пишите в комментариях, ваша информация однозначно полезна для тех, кто для себя хочет определиться, стоит ли и сколько сливать своих ценностей игровых ради того, чтобы получить что-то из призов. На данный момент все. Всех благ, всего хорошего вам. Обязательно приятного прохождения любого ивента, какой бы нам ни предлагали. Ну и обязательно мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова